Храм в честь Рождества Христова в поселке Мостовая В самом начале, когда основано было село Мостовая Слобода, здесь стояла деревянная церковь Рождества Христова, однопрестольная деревянная церковь. Она простояла практически полторы сотни лет. А позже, в самом начале XIX века, здесь был построен однопрестольный каменный храм Рождества Христова. И служил здесь священник отец Михаил, Михаил Гаврилович Малиновский. Свою дочь Александру отец Михаил выдал замуж тоже за отца Михаила Лебедева. Это была счастливая семья. У них родилось семеро детей. Но самым главным детищем для отца Михаила Лебедева стал этот храм. Здесь он открыл первую церковно-приходскую школу, публичную библиотеку. Очень много книг отдал из собственного дома. Возглавил общество трезвости села. В 1891 году отец Михаил перестроил храм. Однако колокольню не тронул. Она осталась в первозданном виде с 1804 года. Сам храм стал трехпрестольным. Теперь здесь три алтаря в ряд. Каждый престольный праздник проходит служба в том пределе, который посвящен именно этому празднику. Слева у нас предел Казанской Божьей Матери. Справа Николая Чудотворца. И главный предел храма называется Рождество Христово. Христо-рождественский храм. В 30-е годы прошлого столетия, когда начались богоборческие гонения, храм был закрыт. Пострадали и его священнослужители. Сам отец Петр Юрьев был расстрелян в 1937 году. Арестован и расстрелян. А его сын Петр Юрьев тоже был репрессирован. Отсидел в темниковских лагерях в Мордовии. Его жена работала в больнице у известного врача Григория Ивановича Сурова. Он был верующим человеком. Похоронен у нас на Воскресенском кладбище. И жена Игоря Петровича ездила к своему мужу в лагеря. А врач Суров так ей составил ее дежурство, чтобы она могла это сделать, но никто, чтобы об этом не знал. Позже из храма сделали зернохранилище, а потом он долгие годы стоял пустым, ветшал и рушился. Его возрождение началось, когда приехал в нашу симбирскую епархию преснопамятный владыка Прокл в 1989 году. Но основательно к его восстановлению приложил усилие настоятель этой церкви, протеерей Владимир Быков. Он был направлен указом владыки Прокла на служение в храм в честь Рождества Христова в 1991 году. При нем церковь обрела новую жизнь, получила второе дыхание. Такого благолепия, конечно, не было. Тут были голые стены, расписано все кругом. Даже здесь еще пола не было вообще. Служили буквально в Казанском пределе. Такое догорожное было там. Деверка такая была, маленькая туда заходили. И вот там стояла буржуйка. Она топилась этой самой дровами там все. И вот так отогревались немножко, и так проходило служение. По словам отца Владимира, только с Божьей помощью и благодаря большим стараниям прихожан храм стал возрождаться. Храм до сих пор восстанавливается. Этим летом удалось отреставрировать несколько фресок. Теперь со стен на прихожан смотрят ожившие лики святых, напоминая нам о многовековой истории храм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова